Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе работы в инновационном центре Skyway в городе Шарджа, о строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии в Республике Беларусь, о создании подвижного состава и, разумеется, мы также вспомним главное событие лета – Экофест-2019. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре Skyway в городе Шарджа были полностью сняты опалубки плит покрытия на обеих анкерных опорах первой линии, а также подмостей, для того, чтобы строители могли приступить к наиболее ответственной части работ – монтажу предварительно напряженной гибкой рельсо-струнной путевой структуры провисающего типа. После этого начнется монтаж анкерных узлов, которые, напомню, рассчитаны на горизонтальную нагрузку в 250 тонн от предварительного натяжения струн, температуры и ветрового воздействия. Начались подготовительные работы для размотки высокопрочных канатов, которым надлежит выполнить роль струн. На гостевом доме ведутся кровельные работы, а также установка окон и дверей. Разработана эксплуатационная документация для первого тестового участка гибкой путевой структуры и уже в процессе предварительной разработки находится методика монтажа для второго и третьего тестовых участков би- и монорельсовой путевой структуры соответственно. Тем не менее, самые главные события прошлой недели происходили в Республике Беларусь. На них сейчас и остановимся подробнее. Строительство нового производственного комплекса по улице Селицкого завершено и в данный момент на объекте работает приемочная комиссия. Данный комплекс позволит в краткие сроки адаптировать производственные процессы под текущие нужды инжиниринговой компании, разработчика струнного транспорта Юницкого. В экотехнопарке на первой анкерной опоре второй ферменной структуры была забетонирована плита покрытия, поэтому через несколько дней, когда будет снята опалубка, строители приступят к самой ответственной части работ – монтажу анкерных узлов, которым будет крепиться путевая структура. С 17 августа состоялся четвертый экофест, итоги которого уже озвучивались в наших новостных выпусках и еще будут освещаться и анализироваться, а сегодня мы ответим на один из наиболее частых вопросов гостей праздника – почему не на всех типах транспортных средств они смогли прокатиться. В качестве консультанта выступит главный конструктор городского транспортного комплекса Виктор Гарах. Не катали пассажиров, поскольку не был сертифицирован транспорт в части перевозки непосредственно пассажиров. То есть пассажиры катались исключительно там, где гарантированно, надежно подтверждено государственными бумагами, с печатями, подписями, так я понимаю? Да, все правильно. На испытаниях мы подтверждаем технические, надежность, безопасность, а сертификация является проверкой функции безопасности, то есть обеспечение безопасности непосредственно перевозки, непосредственно обеспечение услуги по перевозке. Экофест для нас не точка отчета, откуда мы идем и куда мы должны перейти. У нас есть планы, поэтому в некоторых ситуациях проведение сертификации, оно бы отодвинуло дальнейшие работы по внедрению, по отработке системы узлов. Потому что отработка системы узлов нам необходима для того, чтобы потом на отработанных сертифицированных серийных узлах строить модуль транспорта для конкретного адресного проекта. Тем самым, как я уже сказал, сокращая время навод в эксплуатацию транспортной системы. Я надеюсь, вместе со всеми нашими партнерами, что на следующем Экофесте мы обязательно покатаемся и на Юнилайте, и на Юнивинде, и может быть даже на Бивинде. Безусловно. Уже можно сообщить, что для участия в Экофесте 2019 были проведены в оперативном режиме, то есть всего за три дня и три ночи, пусконаладочные работы самоходного шасси высокоскоростного юнибуса и достигнута регламентная скорость его движения, необходимая для проведения мероприятия. В рамках повышения скорости движения высокоскоростного транспортного средства продолжаются работы по адаптации гидропневматической подвески и настройке противосходной системы. На прошедшей неделе с экспертной оценкой нашу компанию посетил Рональд Вискил, генеральный директор компании Unicorn, который является пионером в области проектирования, подбора оборудования и обслуживания систем кондиционирования воздуха. Господин Вискил отметил грамотный подход к проектированию системы микроклимата и вентиляции тропического юникара U4-431-01, дал экспертную консультацию по ее оптимизации, выразил готовность наладить поставку гарантированно качественных компонентов и посодействовать налаживанию связей с надежными сервисными компаниями на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Проведена отладка режима буксирования данного транспортного средства в аварийном режиме. Реализована технология общения машин друг с другом прямым каналом связи, в результате чего транспорт стал более безопасным и отказоустойчивым. Завершены пусконаладочные работы бортовых систем управления транспортного средства BWIND, в ходе которых реализован режим автоматического управления. И сейчас машина уже интегрирована в сети управления Skyway. Осуществлена оптимизация системы обмена данными между центральной диспетчерской и транспортным средством, что увеличило скорость обмена на 20%. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и даже заканчивающееся лето. Вас не будет расстраивать. Строй Skyway! Спасай планеты!